Здравствуйте, это читательский дневник. Меня зовут Лев Ганкин, я музыкальный журналист, критик, исследователь, радиоведущий, лектор Ран Хиггс. Но книга, о которой я сегодня хочу вам рассказать, никак не связана с музыкой, честно говоря. Вместо этого я, знаете, воспользуюсь другим таким респектабельным жанром, мы выступили именно в нем, это жанр, который называется «Забытые шедевры из детства». Я думаю, что у большинства из нас на 90% совпадает список литературы, который как-то нас сформировал, на котором мы росли, ну, что там может быть, не знаю, Карлсон, Маугли, Винни-Пух и так далее. Но самое интересное, это то, что попадает как раз в эти оставшиеся 10%, такие индивидуальные хайлайты, которые чрезвычайно важны для тебя, для одного конкретного человека, но как бы сильно менее растиражированы и заслуживают того, чтобы быть более широко известными. И вот одну такую книгу я сегодня упомяну и вам прорекламирую. Значит, она называется «Происшествие в Оттербери». И, насколько я знаю, она была первый-единственный раз издана в России, а точнее в СССР в 1976 году. Ее автор, человек, которого зовут Сесил Дэй Льюис. Если эта фамилия звучит для вас знакомо, то да, это неспроста так. Есть, конечно, знаменитый актер, киноактер Дэниэл Дэй Льюис. Это родной сын. Что можно сказать про происшествие в Оттербери? Ну, с одной стороны, это тоже детектив в каком-то смысле. Там есть детективная интрига и могу без таких излишних спойлеров сказать, что герои этого романа, а это дети, подростки, живущие в небольшом послевоенном британском городке, они в конечном счете накрывают целый преступный синдикат. Но это лишь один содержательный пласт. Значит, едва ли не важнее, вот для меня, по крайней мере, то, что происшествие в Оттербери это одна из, наверное, самых глубоких, важных и ярких книг, которые я когда-либо читал, посвященных дружбе между людьми. Значит, весь сюжет здесь крутится вокруг противостояния двух компаний, вот этих самых подростков, которые играют друг с другом войнушку на частично несущих следы недавних боевых действий улочках вот этого самого вымышленного городка Оттербери. Ну и важной вехой вот в этой такой вроде бы сонной достаточно жизни городка Оттербери становится событие, когда ребята играют в футбол, и один из них, причем самый такой бедный несчастный, сиротоник, родители которого погибли при немецкой бомбежке, случайно разбивает с больным мечом окно в школе. И если детективная интрига возникает, в общем, далеко не сразу, а так немножко из-под вольда, ближе к второй половине повести, то чисто человеческие интриги, я бы даже здесь использовал множественное число, они с самого начала видны, с самого начала очень ощутимы, и с ними как-то очень легко себя идентифицировать, потому что это такая, в общем, замкнутая жизнь, в которой происходит некое, казалось бы, вполне проходное, не слишком важное событие, но дальше в связи с таким вот эффектом бабочки одно тащит за собой другое, и в итоге весь этот мир немножечко сотрясается, происходит такое небольшое землетрясение у него, да, а ребята пытаются собрать деньги на то, чтобы компенсировать в школе вот это самое разбитое стекло, естественно, у сиротыника денег никаких нету, ну и в процессе всего этого каждый из них очень ярко и выразительно проявляет свой собственный, не похожий на других характер. Ну, конечно, я должен оговориться, что это очень мальчиковая книжка, как бы каких-то ярких женских ролей в ней как-то не предусмотрено оказалось, но тем не менее вот от себя могу сказать, что я перечитываю ее много раз, начиная где-то, наверное, лет с 11-12, с первого знакомства, всякий раз, вы знаете, вот это удивительно, всякий раз идентифицировал себя с разными персонажами, то есть обычно, когда мы читаем книгу, мы как бы ищем там какого-то героя, на которого похожи мы сами, и через зрение которого и прочие органы чувств мы будем как-то ощущать и впитывать происходящее внутри произведения. Вот здесь мне так не удалось это сделать, потому что, значит, в один раз я был, допустим, моими глазами, моим зрением там был вот этот самый Сиротоник, в другой раз это благородный Тед, в третий раз это такой несколько манерный, вызывающий, но обаятельный, яркий, на самом деле, достаточно положительный персонаж Топпи, ну и так далее, и так далее, чуть ли не каждый герой, ну, за исключением, наверное, отрицательных, хотя, может быть, для кого-то и они тоже, дает вот такую матрицу, в которую ты можешь встроиться сам. И отдельный такой обаятельный пуант — это интонация рассказчика, дело в том, что книга написана как бы от лица одного из мальчишек Джорджа, который явно такой летописец зануда, бесстрастный, и вот все эти, ну, казалось бы, зряшные какие-то события он описывает так, как будто, ну, это как минимум судьбоносные, не знаю, политические потрясения, переживаемые мироустройством. Вот, поэтому всем рекомендую, особенно детям, а также их родителям, внутри которых до сих пор живут тоже дети, да, всем рекомендую ознакомиться с этой замечательной книгой «Сесил Дэй Льюис. Происшествия в Оттербере». Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok